МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех наших телезрителей в эфире программа Олтек Жобан. И с вами я, и ведущая Елена Карпенко. Сегодняшний выпуск вас точно удивит. Мы приехали в войсковую часть 55-652, где для нас проведут экскурсию по авиабазе и расскажут о всех тонкостях профессии военного летчика. Авиабаза 55-652 располагается рядом с аэропортом Шымкента, что позволяет своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечить авиационную поддержку подразделений вооруженных сил по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших. Нам подробно рассказали о работе и задачах подразделения. Возложенных на базу мы познакомились с особенностями эксплуатации авиационной техники, и это очень увлекательно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодой летчик Олжас Абиуов уверен, что для обучения необходимо приложить максимум усилий. Так как техника постоянно обновляется, ее характеристики становятся сложнее. Однако в освоении новых систем особых трудностей не возникает, поскольку, как правило, они являются в значительной степени автоматизированными. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, прямо сейчас мы находимся в тренажерном комплексе авиабазы 55652. Рядом со мной находится летчик, который подробно расскажет нам об этом кабинете, что здесь происходит. Расскажите, пожалуйста, вот именно здесь какое обучение вы проходите? Как это влияет уже на дальнейшие ваши знания? Это тренажерный комплекс КТС-25. Он предназначен для отработки летчиков на земле, свои действия, боевые применения, навигации, которые полеты, которые он выполняет на следующий день. Он отрабатывает сперва его на земле, потом выполняет полеты в воздухе для отработки. В кабине все так же находится, никаких изменений, только ты на земле и не ощущаешь таких перегрузок и скоростей. Остальное все так же. На тренажере также составляется план полетов. Один полет выполняется минут 30-20, и ты выполняешь два раза, три раза, по 30 минут выполняешь полеты. А вот расскажите, пожалуйста, в чем сложности управления самолетом? Сложности управления самолетом нет, если у тебя есть знания, если ты умеешь управлять. Там есть только такие, что на земле ты не чувствуешь перегрузку, и скорости не чувствуешь, а в воздухе, когда ты чувствуешь, у тебя уже мысли как-то уже теряются, потому что там идет перегрузка. И дышать сложно становится, когда ты выполняешь какие-то пилотажи. Ну, то есть нужен опыт, конечно же, практика, да, и со временем можно всему научиться, как известно. А вот почему вы решили именно связать свою жизнь, да, с такой профессией, достаточно сложной и опасной? Ну, я с детства мечтал стать летчиком, так как я видел, что над городом, когда пролетали самолеты, мне было интересно, как они вообще летают, как они вообще поднимаются, как вообще летчик управляется таким воздушным судом. И начал изучать, смотреть фильмы там про летчиков. После этого поступил, сейчас не жалею, что я стал летчиком. Здорово. А как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы уже работать в такой отрасли? У летчика в первую очередь должно быть здоровье хорошее, и далее знания, особое внимание обращается, как физика, математика, также физическая, должна быть высокая подготовка по физической подготовке. Остальное все от человека зависит, если он будет учиться. Конечно, вот, как говорится, победа воздуха клюется на земле. Да. Ты как подготавливаешься на земле, вот, если ты качественно подготовился, такие же у тебя полеты будут качественные. Здорово. А где вы обучались? Какое у вас образование? Я обучался в Российской Федерации, в город Краснодар, высшее военно-авиационное училище летчиков. Я там поступил в 2018 году, закончил в 2023 году. И освоил типы, как, да, 42Т, Л-39 и Су-25. И в дальнейшем был направлен для воинской службы, войсковая часть 55-652 в городе Шинке. А сколько? Летчиков авиационного ЗИНА, авиационный эскадриль. А сколько уже, вот, по времени вы здесь работаете, служите? Ну, с 23-го года, вот, с ноября. Получается, уже скоро год будет, ноября. Расскажите, вот, как проходит ваш рабочий день? Какие обязанности у вас есть? Ну, рабочий день проходит, как, по всей деятельности. Если завтра у нас полеты, ты подготавливаешься к полетам, у тебя есть самостоятельная подготовка, ты изучаешь, что ты будешь летать, какие упражнения ты выполняешь. Также приходишь на тренажерный комплекс, выполняешь свои упражнения. И после этого еще проводится контроль готовности. Начинаются опрашивать, например, есть всякие отказы, могут быть, произойти в воздухе. И тебе вопросы задают по технике. Ну, летчиком быть, это ты всю жизнь учишься. Ты не останавливаешься в училище, закончил, пока на пенсию не уйдешь, ты будешь учиться. Потому что каждым полетом у тебя опросы бывают. Спрашивают, как вообще, про технику спрашивают, про самолет. Также всякие отказы, вводят отказы. Вот на данном тренажере еще вводятся отказы, и ты должен посадить самолет с отказом. Ты вот это все тренируешь на земле, что возможно произойти в воздухе. Но тем более, да, техника постоянно обновляется, меняется, и постоянно тоже нужно свои знания обновлять, можно так сказать. Ну, как обновлять? Ну, техника вот, одна, если ты переучиваешься на другую технику, ты тогда уже обновляешь и учишь другую технику. А вот одна техника, ты должен уже наизусть знать все отказы, которые могут произойти с этой техникой. Ага, ну это достаточно, конечно, сложно. А вот тренировочный комплекс, расскажите, пожалуйста, как он устроен, все ли здесь хватает, да, чтобы уже для полноценного обучения? Ну, здесь все хватает, кроме ощущений, которые в воздухе происходят. Все-таки это, да, не то? Да, потому что в воздухе другие совсем ощущения. Ты здесь сидишь, вот здесь не жарко, не холодно, а в воздухе бывают такие вот, есть перегрузка, они увеличиваются 3, 4, 5 единиц. Это когда ты выполняешь пилотаж, 5 единиц, например, весишь 70 килограмм, у тебя весь увеличивается до 5. И очень тяжело там дышать, вот эта температура, жара. И в воздухе как-то уже по-другому. Если ты качественно подготовился, но ты в воздухе привыкаешь это с каждым полетом, организм должен привыкать к этому. А помните ваш первый полет? Что испытывали? Было ли страшно? Ну, самый первый полет я никогда не забуду, это навсегда останется в моей памяти, потому что когда вылетел, это была мечта, и твоя мечта сбылась, и эти ощущения, как словами не описать, оно останется на долгой памяти у меня. А кому вы бы порекомендовали эту профессию? Всем, кто хочет защищать свою родину, хочет служить во благо родины, чтобы летать. Ну, после как ты вылетел, это хочется еще раз, еще раз летать. Это я могу всем посоветовать. Но вы ведь не просто пилот, вы то есть военный летчик, тут уже совсем другие обязанности, наверное, и ответственность намного выше. Да, ответственность, там большая ответственность идет. Ну, пилоты, это вот гражданские, которые, гражданские авиации, они, у них ответственность, потому что у них люди есть, а у нас ответственность, вот в самолете ты один, и это боевой самолет, ты выполняешь боевые применения, как бы защищаешь свою родину. Ответственность вот такая, что ты ради родины, своей служишь, летаешь, готовишься. Профессия летчика считается одной из самых ответственных и требовательных. Чтобы добиться успеха в этой области, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов, о которых нам рассказал начинающий летчик Ернар Тимирбаев. Перед каждым вылетом на этом тренажере мы отрабатываем упражнения. Данный тренажер полностью идентичен самолету Су-25 боевому. Так как я только приступаю к этому типу, есть некоторые затруднения в процессе обучения, в процессе полетов, но мы стараемся, учимся и очень надеемся, что у нас все получится. Не пожалели, что вы выбрали такую профессию? За что вы ее любите? В период всей жизни я ни разу не пожалел, что выбрал эту профессию. Мне кажется, это мечта каждого мальчика с юного возраста, быть летчиком. Данную профессию мне посоветовали, когда я учился в городе Астане, в республиканской школе Жаслан, имени генерала армии Нурмаламетова. К нам приходили на агитацию наши старшие братья, летчики, говорили, как поступать, для чего нужна наша профессия, какую цель мы должны будем выполнять. Я ни разу не пожалел. Думаю, одна из нужных качеств – это, во-первых, собранность, дисциплина. В какой-то момент, можно сказать, даже нужна храбрость. И также нужно работать, не полгодая рук, учиться и всем сердцем любить свою профессию. Военные летчики выполняют ряд ключевых задач, которые важны для обеспечения национальной безопасности и эффективного ведения военных операций. Авиабазы должны поддерживать высокую боевую готовность своих воздушных сил. Это включает в себя регулярное техническое обслуживание и ремонт авиаппаратов. Военные летчики проходят различные программы подготовки, включая базовое обучение, специальные курсы для работы на определенных типах воздушных судов и тренировки по выполнению боевых задач. Авиабазы отвечают за контроль и защиту воздушного пространства, что включает в себя перехват неопознанных объектов и обеспечение безопасности своих границ. Прямо сейчас мы находимся на стоянке воздушных судов. Рядом с нами находится летчик Достанбек Адилов, который нам подробно расскажет про это место. Расскажите, пожалуйста, вот что здесь происходит, как вы здесь тренируетесь? Здесь для начала все самолеты сюда выкатываются со своих стоянок. Каждый самолет не находится здесь, они находятся в своих подразделениях в другом месте. Перед полетом их сюда выкатывают и начинают подготавливать технический состав. Как вы видите, они заправляют их топливом, заправляют кислородом, азотом и всеми жидкостями проверяют их работоспособность, системы, электронику. Готовят, в общем, самолет к полету. В это же время летный состав проходит тренаж пеший по летному. В этом тренаже они прорабатывают на земле каждый этап своего полета, фигуры, параметры полета. Вся подготовка происходит на земле. Подготовился на 5, в воздухе на 4. Что еще? Расскажите, пожалуйста, в чем сложности управления самолетом все-таки? В чем сложности? Вы видели уже тренажер. На тренажере не ощущается перегрузка. Нет того психологического давления, которое на тебя оказывается в полете. В полете нет времени думать. Все решения должны приниматься быстро и четко. Твое решение должно быть обоснованным и правильным. И для этого все это прорабатывается на земле. Как я и сказал, вся подготовка происходит на земле. То есть, чтобы в воздухе уже не было никаких ошибок, никаких проблем. А как часто вы тренируетесь на земле? А как часто у вас проходят какие-то обучающие моменты? На земле постоянно. То есть, даже если у нас нет полетов как таковых, на земле мы прорабатываем это постоянно. Продвигаемся, вот мы это называем продвижение по курсу, курсу летной подготовки, по наиболее сложным видам, к новым наиболее сложным видам. То есть, ты достиг какого-то уровня, ты на этом не останавливаешься, и готовишься к следующему уровню. К следующему подготовился, и готовишься еще дальше. А каким вот самолетом все-таки сложнее управлять? Как мы видим, они здесь разные, по-разному настроены. Каждый по-своему. Каждый по-своему. А у вас должны быть навыки управления каждым воздушным судном? На том, которым ты летаешь. А можно ли все-таки обладеть, да, всеми навыками? А сложно ли вот научиться было разобраться, да, как устроен самолет, то есть даже как его привести в порядок, например, да, если он выходит из строя? То есть вы тоже должны обладать этими знаниями? То есть как его починить элементарно? Мы это проходили во время обучения, да, в институте в городе, в Тубе, военный институт силы воздушной обороны имени дважды героя Советского Союза, столбата Пегельдинова. Там проходили базу, теорию изучали. Теорию составные части самолета, для чего они нужны, что они обеспечивают в полете, какую функцию выполняют. Как обслуживать самолет, мы знаем, ну, в общем, понять, как заправить, обслужить, там, масло, где, что, как проверять и так далее. Ага. Хорошо. А вот что для вас, ваша профессия, вот почему вы решили стать военным летчиком, это ведь очень сложная, ответственная работа. Очень сложная, очень ответственная, согласен. Но на третьем курсе, когда я впервые поднялся в воздух на реактивном самолете, Л-39, в городе Балхаш, мне понравилась та свобода, которую я там ощутил, в небе. Это полная свобода действий, мыслей. То есть даже если, вот пока я проходил практику там, даже если над нами были облака, тучи, я поднимаясь над облаками, видел всегда солнце. Ага. И облака всегда подо мной были белым ковром расследованием. То есть ваша профессия такая, да, можно сказать, красивая, такая романтичная, да, наблюдает за такими красивыми рассветами, закатами. То есть это все дает свободу какую-то, да, в полете. Да. Решение скорости. А вот помните ваш первый полет? Свой первый полет я вам описал на реактивном самолете. Свой первый полет я совершил не на реактивном самолете. Это был легкомоторный винтовой самолет ТЛ-2000 в городе Астана на аэродроме Жоломан. Там я совершил свой первый полет. Там я не испытал таких же ощущений, как на реактивном. Я пишу почему. Потому что у нас было ограничение по высоте и скорости. То есть скорость он не разгонял, разгонял, точнее, не быстрее машины. Высоту до 400 метров, максимум до 1000 обнимался. Ну, это не то. Это, если сравнивать, это машина рядом с велосипедом. Кроме того, вы военный, да, летчик? То есть вот что для вас работать, именно служить военным летчикам? То есть это защита Родины, какой-то долг, да, своей Родине? Всегда быть готовым защитить воздушное пространство нашей страны. В этом и заключается наша работа ежедневной полеты и так далее. Это все направлено на то, чтобы мы в любой момент могли отразить любую угрозу, которая возникнет. А как вы считаете, вот какие качества вам помогли все-таки, да, развиваться в этой сфере? Решительность. Наверное... Дисциплина важна? Очень. Очень важна. Ну, дисциплину прививает армия, в принципе. Если она ее не сможет привить, то ты просто уволишься или отчислишься, еще не надо для обучения. А вот эта решительность, она нужна. Конечно. Как со служивцами, да, проводите свободное время, может быть? Какой у вас коллектив, вот расскажите. Коллектив. Вот они все здесь. Веселые ребята, постоянно шутки. Общение строится в основном на шутках, и не важно, начальник, подчиненный. Потому что, как говорится, в небе все равны. Да, это точно, верно высказываю. Заместитель командира войсковой части 55652, подполковник Айдар Гаухаров, подытожил работу летчиков и рассказал много интересного о деятельности авиабазы. Парк авиации всегда пополняется ежегодно. Новые авиационные техники, новыми тренажерами. Соответственно, идет боевая подготовка личного состава, как летного состава, так и технического состава. Происходит обучение летного состава, так и технического состава в зарубежных вузах. Это не только Россия, это Китай, это Турция. Также я сам обучился в Актюринском вузе нашем, в Актюринском летно-авиационном училище, в военном институте силовоздушной обороны. Я сам обучался в военном институте силовоздушной обороны в городе Автобе. Соответственно, ежегодно набор идет на летный, обучение на летный состав. Для этого надо быть, конечно, в летном составе, знания нужны, тех же обычных предметов, точных, как физика, математика, здоровье, ну и очень устойчиво в средствах ситуациях, психоустойчивость. Летная работа, она такая, более фантастическая. Все мы мечтаем с детства поступить в космос летать, смотрели детские мультики, фильмы разного характера. Поэтому у каждого, в принципе, мальчика, у ребенка мечта подняться ввысь, в небеса, посмотреть, что это такое, в космос, звезды, как говорится. И по этой мечте, по этой сезе, в принципе, мальчики вырастают и начинают учиться в этом направлении. Для этого существуют вузы разного типа, как наши вузы, так и зарубежные вузы. Поступают люди туда и обучаются на летный состав. Далее, профессия очень важна лично для меня, как для обороноспособности, для охраны воздушных рубежей нашей страны днем и ночью в любую погоду. На данном аэродроме находятся у нас и истребители Су-30СМ, и штурмовики Су-25. Также вертолеты, как транспортные, так и транспортно-боевые. И боевые вертолеты Ми-35. В принципе, мы летаем, осваиваем воздушные рубежи и днем и ночью на защите воздушных пространств в Республике Казахстан. В принципе, у каждого летчика, да и у всех, мы традиционно чуть воспитаны. Мы всегда, когда перед самолетом обходим его, здороваемся. Каждый летчик, в принципе, здоровается самолетом. Как он здоровается, это по-разному. Подходишь к самолету, как дела, узнаешь у него. Самолет – это такая же техника, как живой человек, он так же ласково тебе отвечает. Считайте, что это ваша девушка или как, я не знаю, и мы ласково к ней относимся. Такой же ответ от нее хороший приходит. Значит, полет будет удастся, все хорошо будет. Первым делом – знание и обучение. Очень важно знать точные науки, как физика, математика. Физически быть подтянутым хотя бы. Также очень важна стрессоустойчивость ко всем психологическим вот этим. Потому что летчики испытывают огромнейшее давление во время полета, выполнение всех сложных фигур, на нее действуют различные перегрузки. Соответственно, это влияет на здоровье. Поэтому он должен быть и здоровым, и обученным, и стрессоустойчивым. Все профессии хороши, все профессии важны. Но летная профессия, она сугубо подразумевает мечту мальчиков. Надо стремиться защищать родину, охранять воздушные рубежи нашей страны и любить свою родину и народ. Перед взлетом вертолета проводится ряд подготовительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность и эффективность полета. Итак, позади нас находится транспортно-боевой вертолет. И прямо сейчас Максим нам подробнее расскажет, именно для каких целей он применяется, Максим. Транспортно-боевой вертолет Ми-171Ш применяется как для транспортных задач, то есть выполнения перевозки груза, десанта, так и для боевых задач в смысле уничтожения живой и бронированной силы противника. Также этот вертолет применяется для эвакуации раненых, либо потерпевших бедствия, а также вертолет Ми-171 обеспечивает тушение лесных пожаров. Сейчас мы попробуем на нем взлететь. Прямо сейчас мы находимся в вертолете, и уже через несколько минут мы взлетим. Конечно, перед взлетом вертолет проверили, и, конечно же, вся ответственность на летчика. Как известно, профессия у них очень ответственная. Сейчас мы испытываем небольшую тревогу, но, надеюсь, все пройдет хорошо. Полет на военном вертолете может показаться невероятно захватывающим зрелищем. Однако за этой увлекательной оболочкой прячется целый мир сложностей и рисков. Вертолет – это не просто техника, а инструмент, который требует от летчика высочайшего уровня квалификации и специализированной подготовки. Каждая миссия предполагает множество непредсказуемых факторов. От изменения погодных условий до выполнения сложных маневров в напряженной обстановке. Военные летчики должны быть готовы к любым вызовам, обладая не только техническими навыками, но и отличной интуицией, быстрой реакцией и способностью действовать в команде. Каждый полет – это сочетание искусственного управления и стратегического мышления, что делает их работу одновременно и захватывающей, и чрезвычайно ответственной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова